здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня покажу вам как вязать шишечку вот я просто сделала цветной чтобы вам было красиво в кадре вот но шишечку мы сегодня свяжем очень интересным способом без поворота полотна мы знаем что при вязании шишечки кто знает кто не знает значит когда вывязываем эту шишечку полотно нужно пять раз повернуть туда обратно сейчас мы свяжем без этого поворота полотна посад не но но довольно интересен интереснее еще тем что при этом вывязывание этим способом развивается мозг потому что мы задействовать будем левую для поначалу это кажется очень таким необычным рука деревянная но со временем вы привыкнете вот попробуйте ради интереса попробуйте я даже вот вошла в азарт и хочется мне какую-то вещь связаться что с этими шишечками дабы развить свой мозг и так девчонки как обычно как при вывязывании шишечки вывязываем 5 петель из одной то есть еще раз лицевая накид лицевая теперь нить рабочую перебрасываем на правую руку и вязать будем левой спицей то есть вяжем обычную лицевую петлю только левой рукой я же говорю поначалу она будет очень деревянной но потихонечку она привыкнет и вы сможете ее работать у меня она еще до сих пор деревянная поверьте мне но по сравнению с тем какая она была деревянная на первой шишечке то сейчас она супер крутая и так мы провязали ряд на левую спицу теперь правую далее я первую петлю снимают остальные 4 провязываю теперь уже правой рукой правой спицей и теперь снова перебрасываем на правую на правую на правую руку рабочую нить и вяжем левой спицы а здесь в первом ряду мы первую петлю провязываем здесь мы ее просто снимаем а остальные 4 провязываем раз-два захватила у меня полностью петелечку три четыре вот все теперь мы вы провязываем все пять петель вместе лицевой вот и все девчонки вот такой вот интересный способ зато представьте если мы вяжем кофточку или джемпер или еще и еще лучше кардиган шишечками и вот это все полотно нам нужно туда-сюда с каждой шишечкой 10 раз до 10 если 10 шишечек в ряду то это 50 раз повернуть вот этот способ позволяет ну конечно при условии что ваша рука левая привыкнет но уверяю вас она в сто процентов привыкнет со временем и будет вязать точно так же как же это как и правая дело привычки и вы сэкономите этим кстати да вот этого образца я этим способом еще не вязала вот это первый раз и спешу с вами поделиться видите как я если быстренько что-то новое узнала быстренько быстренько все мне нужно донести вам вот вот видите девчонки поверьте привыкнет ваша левая рука зато потом вам будет намного удобнее и веселее все девчоночки на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока пока